Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Программа «Встретились, поговорили» в студии Олег Пек. Всем здравствуйте. И мы действительно встречаемся с миром искусства, несмотря на жаркую погоду, которая соблазняет нас отправиться куда-нибудь к морю, искупаться, позагорать на пляже. Тем не менее, оставляет нам прекрасную лазейку, эти вот томные вечера, которые можно провести с пользой для души и как раз посетить какое-нибудь одно, а может быть и все из тех мероприятий, которые предлагает фонд Германа Брауна, глава которого Инна Давыдова сейчас с нами в студии. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Чем порадуете? Ой, ну, объективно у нас началось лето, субъективно оно тоже у нас началось. Нам жарко, мы хотим поближе к воде, но и мы, как музыкальное агентство, предлагаем эту благодатную, скажем так, духовную влагу, я бы сказала. И предлагаем в июле два концерта, которые порадуют, которые приведут в чувство гармонии. И вообще, как-то мне кажется, вот эта музыка, она с летом у нас сочетается. Дело в том, что мы предлагаем два концерта. Один из них в Большой гильдии, другой в Церкви Святого Иоанна. И оба в Риге. В августе у нас будут концерты в Дзинтере, но об этом мы поговорим позже, а может быть, в другой раз. А вот эти два концерта, которые нас ожидают, ну, мне кажется, они, знаете как, они действительно такие, несущие прохладу в какой-то степени. Потому что звучание флейт, скажем, это действительно вот такое очень ублажающее звучание. И звучание – это прохладный инструмент, не горячий, скажем так, по своей сути. Как звучит ансамбль флейт? А их в этот раз будет целых 12. И размеры их от малюсенькой флейты пиккола, которая на двух моих ладошках уместится, до огромных басовых флейт, которые стоят на полу. То есть это контрабас флейты, скажем так. Это очень интересное сочетание, очень неожиданное. И в Латвии ансамбль такого рода, по-моему, будет выступать впервые. И, честно говоря, мне кажется, что вообще ансамбль флейт – это уникальное создание Марики Ярве, музыканта, живущего в Швейцарии и принадлежащего к знаменитому семейству Ярве. Она дочь Неми Ярве и сестра двух дирижеров – Кристиана Ярве и Паву Ярве. Она живёт в Швейцарии, она флейтистка, и она основатель ансамбля «Флейт», в который она пригласила лучших флейтистов Швейцарии и Франции. А есть вообще как раз музыкальный материал, который был рассчитан именно на ансамбль «Флейт»? Вообще, насколько это распространённое? Этого репертуара практически нету, но, как показывает практика многолетняя, можно взять сочинение, написанное, например, для струнного квартета или для камерного оркестра, или, и вот это мне кажется особенным даже, для органа, потому что здесь тоже трубы, значит, можно что-то и органное исполнять. И, скажем так, несколько отшлифовав, предложить это к исполнению именно ансамблем «Флейт». И вот такую музыку, написанную для других инструментов, для составов других, а также написанную именно для «Флейт», мы услышим в следующую пятницу, 8 июля, в 7 часов в Барёгильдии. И это будут сочинения и композиторов эпохи барокко, и современных композиторов, в том числе Арво Пяртла. Что мне хочется сказать? Мне хочется сказать, что моя публика, она многочисленная, всегда славилась любознательностью. То есть, в отличие от, может быть, какой-то иной публики, которая любит повторение, наша, любя повторение, то есть можно слушать одно и то же много раз, тем не менее открыта всему новому. Вот моя публика. И поэтому я уверена, что и этот проект, он соберёт самую разнообразную аудиторию, потому что это очень любопытно. Вот как звучит ансамбль 12 «Флейт», 14 «Флейт». Я послушала какие-то фрагменты на Ютьюбе, но их, к сожалению, там немного. И я могу только вообразить, как музыкант, что это действительно в какой-то степени будет подобно звучанию небольшого органа. Ну, естественно, это будет очень красиво. Хочу сказать для тех, кто боится духоты, духоты, что в гильдии будет прохладно. В прошлом году я летом была на концертах, проходящих именно в этом зале, и было нормально. Но мы рассчитываем, что всё-таки такой большой жары уже не будет на следующей неделе. Да, кстати, обещают. Да. И очень интересный концерт и замечательные музыканты, потому что вот этот край – Швейцария, Франция – они славятся своей флейтовой школой. И лучшие музыканты, они, конечно, пассионарии. Они горят тем, что они делают. И поэтому я жду очень-очень интересных художественных результатов от этого концерта. Ну, вот интересно ещё то, что флейта кажется таким, казалось бы, ну, может быть, обманчиво простым инструментом, то есть точно так же, как и скрипка с небольшим количеством струн. Вот насколько действительно сложно извлекать из неё наразие звуков? Вы знаете, ежегодно у меня проходит проект под названием «Симфония игрушек». Я там играю на духовом инструменте, который называется «Кукушка». Это свистулька глиняная, и я из неё извлекаю два звука. Значит, чтобы запомнить, в каком порядке нажимать пальцами, чтобы именно этой высоты звуки получались, мне потребовалось некоторое время, поскольку я всё-таки не духовик. Что касается извлечения звуков из флейты, тоже духового инструмента, начальный этап всегда очень простой. Ты можешь сыграть, ну, 3-4-5 звуков ты можешь научиться извлекать за два урока, скажем так. Но настоящие большие флейтисты, так же, как и пианисты, так же, как и скрипачи, учатся своему ремеслу всю жизнь. Ну, по-другому не бывает. Поэтому мы знаем великих флейтистов, но на самом деле их не так много. Вот такой знаменитый Головой, у которого, кстати, училась наша выдающаяся флейтистка Илзе Урбаны. А флейтистов не так много. Их и не нужно, наверное, так много, потому что в симфоническом оркестре, если там сидят 30 скрипок, то флейт надо 4. То есть, как бы, вот этот баланс, он тоже несколько иной. С другой стороны, флейт – это очень древний музыкальный инструмент. Как мы знаем, на флейтах играли музы. Он один из, считается, вообще самых древнейших. Да-да-да, и по версии греческих мифов, музы играли на флейтах. На флейте играл пан, но пан уже играл на многоствольной флейте. То есть, это уже такой прародитель органчика. Я даже где-то читала, что под звуки флейты состязались спортсмены на первых олимпиадах, и свои прыжки совершали под аккомпанемент звучания флейты. Конечно, очень забавно. Поэтому… На поле боя. На поле боя тоже сложно. На поле боя, да-да-да. А потому что пронзительный звук, особенно у Пиккола, высокий звук, высокие частоты, её хорошо слышно. Поэтому в военных оркестрах флейты всегда использовались. Не такой мягкий звук у них, как у других духовых, деревянных, скажем. Что интересно, флейта, являясь по материалу музыкальным инструментом, сделанным из металла, по группе относится к деревянным духовым. Потому что не очень всё-таки мощный звук, если её сравнивать с трубой, например, или, не знаю, с тубой. Я вот думаю, что если флейта пережила такие перипетии и такие долгие пути следования к XXI веку, значит, этот инструмент, в общем-то, вечный. Наверное, мы и так можем сказать. И тем интереснее те люди, которые сегодня продолжают на флейте играть и ищут для неё новые возможности выражения, новый репертуар, поскольку мы услышим и современную тоже музыку. Ну, это же интересно очень. Действительно интересно. И это всё произойдёт... В пятницу. В 8 июля. В 7 часов. В большой гильдии. В большой гильдии. Билеты можно купить у нас на сайте, заказать или купить в системе Биллиш-сервис. И так совпало, что у нас в течение, в общем-то, одной недели два концерта. В пятницу 8 и в следующую среду 13. А 13 нас ждёт тоже необыкновенный концерт. Впервые в Латвии. Гостит ансамбль старинной музыки из Израиля. Называется он Баррокада. И интересна эта группа тем, что для Израиля, как для страны, европейская барочная музыка – это чужой материал. И интересно, что в современном Израиле есть музыканты, которые интересуются именно европейской старинной музыкой, барочной музыкой. Но для того, чтобы этот ансамбль, скажем так, прыгнул выше своей головы, нужен такой лидер, такой харизматичный вдохновитель, как Андрес Мустанен, который и руководит этим ансамблем, и именно с ним к нам в Латвию в этот раз и приезжает. Теперь уже не в качестве скрипача, как год назад ко мне, а именно в качестве руководителя, дирижёра. Ну, наши латвийские слушатели хорошо знают Андреса Мустана, но он приезжает в Латвию часто с самыми разными программами. Я с ним дружу уже около 20 лет, и для меня это, не побоюсь вот этого слова, каждый раз это открытие, поскольку это такой яркий, неординарный и многосторонний человек, что даже для меня, знающий его столько лет, он каждый раз открывается с неизвестной стороны. Ну, я знаю, что такое Андрес Мустанен. Впервые я его увидела и услышала. Страшно сказать, когда. Это был 80-й год. Я была девочкой, и мы поехали с мамой в Таллинн, где проходила регата Олимпиады Московской. И мы пошли на концерт ансамбля старинной музыки, о котором ничего не знали, в здании ратуши в Таллине. И это был ансамбль «Хортус музыкус», которому от ту пору было уже 7 лет. И там играли 25-летние, 27-летние люди. Играли, пели. Ну, они все на полпоколение старше меня. Для меня они были взрослые и взрослые. И, наверное, это был первый случай в жизни, когда я по-настоящему испытала то, что называется культурным шоком. Потому что такую музыку я никогда не слышала. Они исполняли тогда, видимо, средневековую, даже никакое не барокко. Я думаю, средневековую, может, возрождение, что-то очень старое. Боже, с какой страстью они это пели. С каким знанием дела. С какими интересными инструментами. Там были малюсенькие клавесины, там были ударные, там была лютня, там были какие-то родственники гитары, но это были не гитары. Что это было, я не помню, может быть, мандолины. Они пели. Они были так наряжены. Это для меня было тоже вновь. Они были все в белых холщовых костюмах, в платьях или в этих камзолах, ну, не камзолах, рубахах и таких укороченных штанах. И на головах у многих из них были ленточки. Для меня это было просто потрясение. Я же ходила до этого на всякие концерты камерного оркестра симфонического и слушала уже больших пианистов. Но вот это для меня как будто бы открылся иной мир. И это, конечно, благодаря воле, энергии, вдохновению и усилиям Андреса Мустенена, который, будучи еще студентом консерватории, организовал первый на территории тогдашнего Советского Союза ансамбль старинной музыки, который существует до сих пор. В этом году им 50 лет. Посмотрев на самого Андреса, ну, как это может быть 50? Он же вчерашний мальчик с лохматыми волосами, с кичкой на голове, живой, худой, жизнерадостный, веселый, активный, всем интересующийся. Но вот это так, и они собираются к нам осенью, по моему приглашению, приехать в Латвию с гастролями всего ансамбля своего, именно Хортус Музикус. Сейчас в Талине проходит выставка, посвященная 50-летию ансамбля. Андрес мне позвонил и сказал, что люди ходят, и они просто вообще не могут даже осознать масштаб всего, что было за эти 50 лет сделано. И главное, как они начинали. Сейчас нынешним нашим слушателям, в каком возрасте бы они ни были, если они не 80-летние и не 75-летние, им трудно себе вообразить, что было время, когда на латыни, особенно духовные тексты, петь в концертах нельзя было. А Хортус Музикус в 77-м, по-моему, году приехал в Латвию и давал концерт в англиканской церкви. Этому есть свидетели живые до сих пор. И они исполняли пиарта, тогда никому неизвестного, что-то ещё, какую-то барочную музыку, ну такую, типа Вивальди. И потом без всякого перерыва, без объявления, они стали петь Саббат Матер, по-моему, Вивальди или что-то. Я там не была на этом концерте, я тогда была ребёнком, естественно, но я об этом читала, представляете? И это был такой шок, это была крамола, потом было разбирательство, ну, в общем, много всего. По-моему, это был фестиваль современной музыки, может быть, даже тот самый скандальный, на котором и любимого потом досталось, поскольку они играли в университете, рвали струны, наливали в инструменты воду и всячески изгалялись над классикой. Ну вот и Хортус Музикус тогда в одной из этих акций участвовал. Но вот они пели на латыни, да, это тоже было круто. И что-то когда-то это преследовалось, из-за этого можно было вообще лишиться и музыкальной карьеры. Ну, лишиться музыкальной карьеры, можно было попасть в психиатрическую лечебницу за пропаганду чуждых взглядов. Ну, это мог быть отлучён от профессии, конечно. Ну, не зря так много было и стопняков и прочих деятелей подземного фронта. Сейчас же это воспринимается абсолютно, ну, вот, думаешь, господи, каким образом. Меня вот восхищает, что в обоих концертах я вижу на фотографиях, вот на сайте фонда Германа Брауна, очень много молодых лиц. То есть это вот какой-то такой тоже вот момент вдохновляющий, потому что не только уже 70-летние, в общем-то, такие метры, да, но и молодёжь с огромным воодушевлением исполняет старинную музыку. Ну, вы знаете, у нас в консерватории теперь есть отделение старинной музыки. То есть, понимаете, вот этот ренессанс, начавшийся в 60-е годы XX века, на новом витке сейчас набирает просто мощную высоту. И есть музыканты, которые, начав свою карьеру, как музыканты академического толка, ну, то есть играющие музыку 18-21, они потом переучиваются. И тут действительно приходится переучиваться, потому что принципы игры на некоторых инструментах отличаются. Но интерес к этой музыке огромный, всё больше и больше открывается неизвестных печатных манускриптов вот этих, этой старой музыки. Она же хранится в монастырях, в библиотеках, в Италии, во Франции, в Великобритании, в Бельгии, ну, в этих королевских странах. Всё-таки её очень много сохранилось, но достаточно сказать, что никогда бы мы в жизни не знали времена года Вивальди, а также остальные его почти, ну, может быть, не все 600, но 400 концертов точно бы не знали его, написанные для разных инструментов с оркестром. Если бы в 20-е годы 20-го века один из итальянских монастырей не решил расстаться с коллекцией ящиков, набитых партитурами, поскольку они занимали очень много места и попросили библиотекарей соседнего городка разобраться, есть ли там что-то ценное. И когда те открыли, они обнаружили там партитуры музыки Вивальди. Ну, это же невероятно, это известный факт. И до сих пор вот так же эти новые ноты открываются, так же, как, например, по-моему, 25 лет назад в какой-то из пражских библиотек, в архивах нашли музыку, по всей видимости, принадлежащую Перу Моцарта, хотя уж, казалось бы, моцартовская музыка вся была опубликована, тиражирована, но тем не менее остаются ещё какие-то незведанные белые пятна на этой музыкальной карте. А что касается старой музыки, поскольку очень много музыки тогда исполнялось, скажем, по конве, а вышивалось уже на концерте, то есть вот эта наука импровизации, искусство импровизации, оно тогда было очень сильно развито, и, в принципе, они все были импровизаторами, включая Баха и Вивальди, скажем так, а более ранние так тем более. И поэтому очень многое музыка не записывалось. А что её писать, если мы всё равно будем сочинять по дороге, как джазисты. Есть квадрат, а дальше мы куда-то уйдём. Но и вот эти основы, они, конечно, где-то запечатлены, но иди, знай, где. Это в каком монастыре, в какой архиве надо искать. Так же, как вот, например, к нам несколько раз привел ансамбль «Виллиан Сико» из Швеции, они играли музыку, найденную в университете Упсала. Тоже это нашли недавно, может быть, там, 80-е годы XX века. То есть это такое чудо, которое до сих пор не распознано до конца. А нотная система, ведь она тоже наверняка менялась? Она менялась, но её можно прочитать, поскольку всё-таки уже XVI века существовала вот эта современная система, она несколько отличалась, но вот эта звуковысотная на линейках, это уже было. А ведь звучание инструментов, оно ведь тоже менялось с годами, они сами тоже трансформировались. Да, конечно. И это очень интересно, поскольку, например, скрипки были с жильными струнами, не с металлическими. И у них совершенно другое звучание. А духовые инструменты, некоторые были изобретены гораздо позже, чем эта старинная музыка уже почила с миром. Клавесин тоже претерпел большие изменения, если сравнивать клавишный инструмент, скажем, XVI века и XVIII. Флейты, контрабаса вообще не было в этих больших составах, там были другие инструменты. И виолончель выглядела иначе, называлась иначе. Ну, то есть трансформация налицо, и найти вот эти инструменты тоже большая проблема. Инструменты же гибли в войнах, в пожарах, в наводнениях, просто портились от возраста, рассыхались их, выбрасывали в камин. Это сейчас это всё в музее. Но, к счастью, есть мастера, которые восстанавливают один в один соответствующие копии. И они соответствуют полностью оригиналам. Потому что настолько много сейчас ансамблей старинной музыки в мире, ну, разного уровня, что рассчитывать на то, что они все будут играть на тех инструментах, которые были созданы пять веков назад, в общем, не приходится. Но вот эти современные копии, в этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего неправильного. Они абсолютно один в один. Ну, вот вспомним, кто-то, наверное, помнит, приезжала к нам Бевиан Сафраницкий, привозили они четыре рояля. Рояль Шопена, рояль Шуберта, рояль Петховена и рояль Моцарта. Это были всё клавишные инструменты, но это не были реальные инструменты того времени, это были точные копии. Причём копии не только механики, но и пород дерева, из которых сделана инкрустация. Есть один такой великий мастер, Макналти, он живёт в Праге, и он создаёт вот такие инструменты. И они очень всюду, не люблю это слово, другого не подберёшь, востребованы. Потому что это очень интересно играть на исторических инструментах. Опять же, вот я поиграла на Шубертовском рояле, мне стало понятно, для какого инструмента он писал все свои сонаты и все свои аккомпанементы для своих песен. Это совсем по-другому, чем на рояле. То есть ты можешь вообще, вдохновившись этим старым звучанием, уже и на современном рояле искать эти краски. Потому что, естественно, мало вероятно, что какой-то концертный зал тебе прямо сразу предоставит этот исторический инструмент. Что касается маленьких инструментов, вот скрипки, флейты, виолы до брача, виолы до гамба, барабанчики, они возят их с собой, естественно. И таким образом могут играть на соответствующих инструментах в каждом концерте, где бы он ни проходил. Но я знаю случаи, когда, например, ансамбль старинных инструментов, если ты им предлагаешь играть в открытом зале, они сразу интересуются, какая может быть температура, какая может быть влажность, и не будет ли ветра. Потому что вот эти жильные струны, они очень быстро опускаются, выходят из... Не выходят из строя, а в прямом смысле выходят из строя. То есть перестают строить. Их надо настраивать. Поразительно. Да, это очень интересно. И для меня до сих пор это закрытая область, потому что я никогда так всерьёз не изучала эту старинную музыку, но она мне очень нравится. И в ней есть какая-то удивительная гармоничность вот этого целого, скажем так. Вот она так звучит, что ты прямо весь гармонизируешься, прямо внутри себя. Вот удивительное свойство. Хотя очень много такой страстной музыки, и уж как играет её Мустонен, это такие страсти-мордасти просто, и там феерия, разнообразия разных чувств и эмоций, но всё равно в самом звучании. Какие бы это ни были темпы, какие бы это ни были градации, это что-то иное. И это тебя так, на такой благостный лад настраивает. Ещё раз просто напомним, что это будет 13 июля, среда и церковь Святого Иоанна. Интересно, почему выбор, вот именно чтобы это звучало в церкви? А вы знаете, это чудесный зал. Если бы я могла, я бы и концерт «Флейт» там сделала, просто зал был занят на тот день. Я очень люблю эту церковь. Мы много концертов там делаем. Делали там сольные концерты, например, Силенша. Он пел тогда, естественно, стоя рядом с органом наверху. Каждый год мы делаем концерт перед Рождеством под названием «Ночная молитва». И большую часть концертов мы размещали именно в церкви Святого Иоанна. Она очень тоже сама по себе такая пропорциональная человеческому разуму, духу и слуху, скажем так. Мне очень приятно. Она очень красивая. У неё фантастически красивые потолки. Там такие ребра, оформленные красным кирпичом на белом фоне. Очень красиво. Необыкновенно. И с одной стороны вот эти стрельчатые окна с очень красивыми витражами. С другой стороны, уже, к сожалению, витражи не сохранились, но часть ещё есть. Красивая церковь. Мы там делали концерты хоров, концерты ансамблей. Она такая, ну, благодатная. И для старинной музыки... Кстати, в своё время, в 2014 году Мустанин у меня там играл с камерным оркестром. А вот сейчас будет с ансамблем старинной музыки. Я думаю, это очень хорошо будет звучать в этом зале. Ну, и я напомню, что ещё кроме этого будет концерт 18 флейтистов Королевства флейт. Вот я сразу вспоминаю историю. Недавно был на концерте гитариста, который вот притащив с собой гитару и огромное количество всевозможных усилителей как-то немножко даже не то чтобы пренебрежительно сказал, эх, вот играл бы я на флейте, вот просто взял с собой флейту, положил в карман, а тут мне приходится таскать с собой такое количество большой аппаратуры. Но я понимаю, что тут не всё так просто с этими флейтами, потому что есть такие флейты, которые действительно можно посмотреть на фотографии, просто и в руках не удержишь. Ну да, им нужны такие подставочки, чтобы они стояли красиво на полу, но они будут создавать вот этот фундамент музыкальный, басовую линию будут вести. Мне самой очень интересно, честно говоря, я заинтригована, я просто заинтригована. Вот это возможность услышать такой ансамбль в Латвии. Но нам повезло, что наши друзья из Эстонии тоже их пригласили, поэтому нам вот достался кусок этого сладкого пирога. Так что не пропустите, будет такая тоже удивительно интересная возможность в зале Большой гильдии 8 июля услышать такой вот ансамбль из 18 флейт, основанный буквально не так давно, да, несколько лет назад, в 19-м году Марик и Ярве. Спасибо большое, Инна Давыдова, глава фонда Германа Брауна, музыкального агентства, которое организовало вот эти вот интересные мероприятия. Ждем всех на концертах. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Не забывайте, что сезон наш круглогодичный и два концерта в июле, два концерта в августе, и мы планируем очень большой сезон зимний, поскольку фонду Германа Брауна в феврале исполняется 25 лет. Поздравляем. Спасибо. И слушайте Радио Болтком.